Усатый фаворит появился у госведомства в Иркутске, причем попал он туда буквально с улицы. А питомцы сотрудников госнаркоконтроля Алена Полоненко. Этот усатый сотрудник госнаркоконтроля на особом положении. Может и за столом начальника экспертного отдела посидеть и прогуляться по лаборатории, где исследует ядовитое зелье. На службу он попал год назад. Кота изрядно потрепанного жизнью недалеко от работы нашла Елена Стадлер. Забрать домой не смогла. У нее уже живут две кошки и два пса. На объявление о поиске хозяина никто не откликнулся. Так и остался кот жить в отделе. Имя новоселу решили не давать, ведь он уже взрослый. Он знает, что если эксперт вечером остался здесь, то значит ему предстоит тоже бессонная ночь. Он сопровождает экспертов по лабораторию к его рабочему месту, наблюдает, как происходит производство экспертизы. Он знает очень многие служебные тайны, но никогда их не раскроет, даже не давая подписки об этом. Не только не раскрывает тайны, но еще и не пакостит. Впрочем, и трудового рвения не проявляет. За все время жизни в лаборатории склонностей к работе с наркотиками за котом не замечали. Зато для всех экспертов он – скорая психологическая помощь. Приятно иногда просто, когда он к тебе подходит, ты его погладишь, он помурлычет. Мягкий, теплый, отзывчивый. В распоряжении усатого весь этаж. Он часто гуляет по коридорам, удивляя посетителей. Но большую часть времени предпочитает проводить на столе у своей спасительницы. Недавно кот сменил имидж из-за того, что длинную шерсть слишком сложно расчесывать, его подстригли. Причем подошли к этому процессу с выдумкой. Теперь кот больше всего похож на льва. У него есть грива и даже кисточка на хвосте. Фигура кота тоже претерпела изменения. От сытой и раздольной жизни он раздался в боках. И сейчас уже больше 6 килограммов. И все сотрудники регионального наркоконтроля знают – именно столько весит счастье. Алена Полоненко, Сергей Полянский. Новости по будням.